Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо огромное за приглашение выступить от нашего учреждения на таком назначенном мероприятии и представить доклад по вопросам регулирования клеточных препаратов. Но законодательство в настоящее время, как мы все знаем, в области регулирования препаратов геноклеточной терапии, в общем-то, опирается прежде всего на требования нормативно-правовой базы Евразийского экономического союза, которая, в общем-то, аналогично будет базе Европейского союза. На данном слайде представлены препараты, которые когда-либо были зарегистрированы в рамках централизованной процедуры на территории Европейского союза. Здесь мы видим, что это порядка 16 препаратов генной терапии, 3 из которых, в общем-то, уже отменена государственная регистрация. Это препараты карти-терапии, уже 6 препаратов на сегодняшний день разрешены к медицинскому применению. Это препараты как на основе генетически модифицированных клеток, которые помечены красными квадратиками, так и на основе генетически модифицированных вирусов. Что касается препаратов клеточной терапии, то здесь мы видим, что было всего лишь зарегистрировано в соответствии с их классификацией 3 препарата, для 2 из которых регистрация отменена. Препараты тканевой инженерии, которые также очень близко стоят к препаратам терапии с соматическими клетками, было зарегистрировано 4, на сегодняшний день имеют государственную регистрацию всего лишь 2 препарата. Но необходимо обратить внимание, что все препараты практически были отнесены к препаратам для лечения орфанных заболеваний. И с 2016 года на территории Европейского Союза появился такой механизм, как механизм Prime, механизм приоритетной медицины, то есть это ускоренная экспертиза для препаратов, которые, собственно говоря, идут по этому механизму. И после 2017 года все препараты были зарегистрированы в соответствии с данным механизмом. В Российской Федерации в настоящее время препараты геноклеточной терапии возможно регистрировать как в соответствии с нормативной правовой базой Евразийского экономического союза, в соответствии с решением 78 препараты геноклеточной терапии относятся к биологическим, высокотехнологичным лекарственным препаратам. В том числе и, по крайней мере, до 1 января 2026 года возможна регистрация по национальной процедуре в соответствии со 180-м федеральным законом о биомедицинских клеточных продуктах, препаратов на основе клеток, в том числе и генетически модифицированных, как биомедицинских клеточных продуктов. Конечно, существуют некоторые различия в нормативно-правовых определениях этих двух баз. Например, база Евразийского экономического союза подразумевает регистрацию в том числе и препаратов на основе ксеногенных клеток, что, в общем-то, противоречит национальной. В составе препаратов биомедицинских клеточных продуктов могут быть только клетки человека. То же самое и с понятием комбинированных препаратов. То есть комбинированные высокотехнологичные лекарственные препараты – это препарат, который содержит одно или два медицинских изделия. Комбинированный биомедицинский клеточный продукт – это продукт, который содержит несколько клеточных линий от разных людей и предназначен для применения одному из них. Ну и, как, наверное, вы все ждете, этот механизм применения незарегистрированных препаратов, которые изготовлены на нерутинной основе в стационаре для отдельного пациента. Нужно отметить, что, конечно, в Европейском Союзе большинство клеточных именно препаратов, то есть клеточной терапии, применяется в рамках hospital exemption. Это аналогичный механизм, который вводится у нас и в Российской Федерации. И эта норма закреплена была весной 2022 года в решении номер 36, которое вводит изменения в решении 78. Такие препараты не регистрируются и применяются по нормативно-правым требованиям государств-членов, то есть отдано на национальное законодательство. Пока для таких препаратов никаких нормативно-правовых актов разработано не было. Они разрабатываются. Ну и пройдемся по основным этапам разработки препаратов на основе препаратов геноклеточной терапии. Для производства как в соответствии с нормативно-правовой базой Союза, так и по национальной процедуре, конечно, необходима лицензия на производство. Для высокотехнологичных лекарственных препаратов правила или требования к производству прописаны в решении номер 77, в частности в приложении 2, частях В9 и В10, касающихся препаратов геноклеточной терапии. Лицензия на производство или требования к производству биомедицинских клеточных продуктов представлены в приказе Минздрава 512-Н об утверждении правилонадлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами. Необходимо обратить внимание, что лицензии выдают разные органы исполнительной власти. То есть для биомедицинских клеточных продуктов это Росздравнадзор, для высокотехнологичных лекарственных препаратов это Минпромдорг. Что следует ожидать для тех препаратов, которые будут изготовлены, так сказать, на нерутинной основе? Конечно же, будет требоваться лицензия, скорее всего, это 100%, потому что и мировой опыт Европейского Союза показывает, что все такие препараты, производимые даже в стационаре, производственные площадки для них и лицензируются. Также хотелось бы остановиться на некоторых требованиях или аспектах производства. На данном слайде идет речь, насколько отличаются требования к производству биомедицинских клеточных продуктов и высокотехнологичных лекарственных препаратов. Так вот, они практически аналогичны. Здесь мы постарались представить аспекты, основные и соответствующие им пункты в 512-м приказе для биомедицинских клеточных продуктов. Основными аспектами являются надежность контролируемых испытательных мероприятий для сырья, исходных материалов, в том числе биологического происхождения, вспомогательных материалов, которые используются при производстве. Общая стратегия по минимизации рисков должна применяться. Конечно же, производство должно осуществляться в асептических условиях и, по возможности, с использованием закрытых систем. Должны для генотерапевтических препаратов, в том числе генетически модифицированных клеток, быть приняты меры по предотвращению попадания вирусов дикого типа и возникновения рекомендантных векторов, способных к репликации. Должна быть разработана стратегия и приняты меры по прослеживаемости, предотвращению перекрестной контоминации, мониторингу стабильности как промежуточных продуктов, готовых препаратов, включая наличие архивных образцов. Что касается доклинических исследований, то требования для высокотехнологичных лекарственных препаратов представлены в решении номер 81 о подтверждении правилам, надлежащих лабораторной практике. Кроме того, особенности для генотерапевтических клетчатых препаратов, особенно прописаны в части 4 решения 78, приложения 1. Также используется и решение коллегии номер 202 о подтверждении руководства по доклиническим исследованиям безопасности в целях проведения клинических исследований и регистрации лекарственных средств. Здесь нужно обратить внимание на то, что нормативно-правовая база Союза допускает подход, основанный на анализе риска для определения объема и требований, которые включаются в регистрационное досье по поводу качества доклинических и клинических исследований. В соответствии с этим подходом все отклонения от требований части 4 решения 78, которые касаются высокотехнологичных лекарственных препаратов, должны быть обоснованы. Кроме того, в соответствии с решением 202 для высокотехнологичных лекарственных препаратов, которые предназначены для жизнеугрожающих тяжелых заболеваний, для которых отсутствуют эффективные меры терапии, допустим индивидуальный подход к токсикологической оценке и клинической разработке. Для таких препаратов, а также для препаратов, которые созданы на основе инновационных терапевтических подходов, допустимо сокращение, отказ от проведения или добавление каких-либо доклинических исследований. Кроме того, в настоящее время обсуждается приложение в решении 78 по особенностям разработки, проведения доклинических и клинических исследований и высокотехнологичных лекарственных препаратов. Что касается биомедицинских и клинических продуктов, то все требования к проведению доклинических исследований прописаны в части 16 приказа 512Н. Высокотехнологичные лекарственные препараты, изготавливаемые на нерутинной основе, скорее всего, также для них будут требоваться проведение и наличие результатов доклинических исследований до первого применения в клинической практике. Что касается клинических исследований, то для высокотехнологичных лекарственных препаратов правила, надлежащие клинической практике, утверждены решением 79. Кроме того, также к клиническим исследованиям в соответствии с решением 78 допустим подход, основанный на анализе риска. Что касается биомедицинских и клинических продуктов, то здесь правила, надлежащие клинической практике, утверждены приказом 669Н Минздрав России. Что касается высокотехнологичных лекарственных препаратов, изготавливаемых на нерутинной основе, конечно же, здесь никаких основных или официальных клинических исследований требоваться не будет, однако приветствуется предоставление результатов клинического применения, которые были получены ранее в рамках НИР, для этого лекарственного препарата или для аналогичных лекарственных препаратов при наличии. Основным решением, которое регламентирует порядок, виды регистрационных процедур, саму процедуру, экспертизу, состав регистрационного досье, это является решением номер 78, в соответствии с которым высокотехнологичные лекарственные препараты, регистрационное досье на высокотехнологичные лекарственные препараты включает 5 модулей. Первый модуль – это административная информация, второй модуль – это резюме общего технического документа, это обзоры по качеству клиническим исследованиям, анализ риска включается именно во второй модуль. Модуль 3 – это модуль по качеству, который содержит методы, методики испытания, которые используются в контроле качества лекарственного препарата, результаты валидации этих методик. Модуль 4 – это доклинические исследования, включают отчеты о доклинических исследованиях. И модуль 5 – это клинические исследования, включают отчеты о клинических исследованиях и перечень всех клинических исследований, которые были проведены. Кроме того, дополнительные или уточняющие требования прописаны в части 4, приложение 1, решение 78. Что касается биомедицинских лечебных продуктов, то состав регистрационного досье представлен в пункте 2 ст. 9.180 Федерального закона. Здесь представлен этап биомедицинской экспертизы по национальной процедуре в соответствии с 180 Федеральным законом. Она проводится в два этапа. На первом этапе проводятся экспертизы качества и экспертизы документов для получения решения на проведение клинического исследования. Этот этап занимает не более 100 рабочих дней с момента получения заданий экспертным учреждениям. После клинических исследований проводится второй этап биомедицинской экспертизы. Это экспертиза эффективности и экспертиза польза риска в течение более 25 рабочих дней со дня получения заданий экспертным учреждениям. Регистрация высокотехнологичных лекарственных препаратов по правилам ЕАЭС включает три основные вида. Это регистрация в референтном государстве по процедуре взаимного признания на основе экспертных отчетов по оценке других государств. И регистрация экспертизы по децентрализованной процедуре в референтном государстве и государствах признания. Также мы чуть подробнее остановимся на тех механизмах, которые также стали доступны с весны этого года. Были внесены изменения в решении 78, в соответствии с которым доступны такие механизмы, как регистрация, становление пострегистрационных мер и сроков их выполнения. Это условная регистрация. Нужно сказать, что очень много препаратов геноклеточной терапии были первоначально зарегистрированы именно по условной регистрации. Эта регистрация применяется при экстренной необходимости, когда польза от допуска препарата на рынок превышает все риски, связанные с недостаточными сведениями о его разработке. Эта регистрация применяется в основном для препаратов, которые отнесены для лечения заболеваний, отнесенных к неудовлетворенно-медицинской потребности. Так вот, в составе регистрационного досье могут быть неполные данные о доклинических исследованиях, биофармацевтической разработке и клинических исследованиях. Но здесь нужно понимать, что в дальнейшем заявитель будет в состоянии предоставить исчерпывающие данные о качестве, эффективности и безопасности. Регистрация в исключительных случаях. Эта регистрация в основном применяется для препаратов для лечения орфанных заболеваний, когда заявитель может доказать, что в настоящее время он не в состоянии представить исчерпывающие данные об эффективности и безопасности в связи с редкостью заболевания, для которого он предназначен, ограниченных научных знаний в соответствующей области или этических соображений, которые связаны с получением таких данных. На самом деле, по данному механизму не очень часто регистрируются препараты, однако вот в мае этого года был зарегистрирован один препарат генотерапевтический, не на основе клеток, на основе аденосоцированного вируса, для лечения ультраредкого заболевания, связанного с недостатком фермента. Что касается условной регистрации, то в настоящее время у нас существует нормативно закрепленное понятие «неудовлетворенные медицинские потребности», которое означает состояние, для которого в Союзе нет одобренного уполномоченными органами, разрешенного и признанного эффективного метода диагностики, профилактики или лечения, либо применение, подаваемого на условную регистрацию лекарственного препарата, будет обладать существенным преимуществом перед уже одобренным полномоченными органами методом диагностики, профилактики или лечения. Ну, как я уже сказала, эти лекарственные препараты, которые могут быть зарегистрированы по данному механизму, это препараты, предназначенные для лечения инвалидизирующих или жизнеугрожающих заболеваний, это препараты, которые применяются в ответ на угрозы населению, и препараты, которые относятся к орфанам. Для того, чтобы препарат был отнесен к препарату для лечения, для удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей, необходимо предоставление обзора доступных методов профилактики лечения, диагностики с описанием неудовлетворенной медицинской потребности для системы здравоохранения. Количественные оценки, конечно же, на основе эпидемических и эпидемиологических медицинских данных. Доказательство того, что регистрация лекарственного препарата позволит обеспечить неудовлетворенные медицинские потребности системы здравоохранения. Экспертиза при государственной регистрации. Предоставление образцов высокосехнологичных лекарственных препаратов для лабораторных испытаний. В рамках процедуры регистрации, конечно же, проводится лабораторная экспертиза, и образцы предоставляются не более чем для трехкратного повторения анализа, который прописан в нормативном документе по качеству. Образцы предоставляются по согласованию с экспертной организацией. Нужно обратить внимание, что не требуется предоставление образцов, специфичных реагентов и других материалов, если невозможно проведение испытаний в экспертной организации в следствии следующих причин. Например, труднодоступность образцов. Здесь относятся и образцы для лечения орфанных, высокотехнологичные лекарственные препараты, наркотические, психотропные, дорогостоящие. Невозможность соблюдения условий транспортировки и хранения на территорию государства членов. Отсутствие специального оборудования и расхода материалов в экспертной организации. Других причин по решению полномочного органа или экспертной организации при возникновении каких-то обстоятельств, например, связанных с особенностями производства или контроля качества лекарственного препарата. В этом случае лабораторное испытание возможно провести в лаборатории контроля качества производителей в присутствии представителей экспертной организации. Также возможно и проведение экспертизы качества с использованием средств дистанционного взаимодействия на основании протоколов анализа производителя в случаях угроз возникновения чрезвычайных ситуаций или особенностей производства и контроля качества лекарственных препаратов. Что касается биомедицинских клеточных продуктов, то экспертиза прописана в приказе Минздрава номер 30 об утверждении правил проведения биомедицинской экспертизы. Возможно также проведение экспертизы качества в месте производства с использованием оборудования производителя, если срок хранения или применения биомедицинского клеточного продукта составляет менее 15 суток. Образцы предоставляют в течение 60 рабочих дней со дня получения заявителя от экспертного учреждения уведомления о получении заданий на проведение экспертизы в количестве согласованных с экспертной организацией. Ну, в общем-то, это все, что я хотела сказать. Если есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Катерина Валерьевна, огромное спасибо. Спасибо.